Татьяна Шульцева с ужасом вспоминает эту ночь. Жительница дома по бульвару при Березинскому ни с того ни с сего проснулась в полвторого. Почувствовала запах дыма. Сразу подумала, что кто-то курит на лестничной площадке. Открыла дверь и испугалась. Кругом серые клубы. Шла наверх, на девятом этаже, полностью всё задымлено было. Начали по соседям стучать, потому что я подумала, что в квартирах у них нет. Я пошла по низу, каждую дверь открываю. И вот на четвёртом я открываю дверь и полностью занавес дыма в меня. Пожар случился в 115-й квартире. В одной из комнат в бессознательном состоянии бойцы МЧС обнаружили женщину, 1936 года рождения. Пенсионерку вынесли на свежий воздух и передали медикам. Однако те констатировали смерть. Эвакуация жильцов не проводилась. Запах гари чувствуется уже на первом этаже. На лестничной площадке полностью закопчены стены. Ремонт обойдётся в копеечку. Погибшая, как сообщают соседи, проживала одна. В последнее время вела себя странно. Отключила электричество. Вечером пользовалась только свечами. Под окнами до сих пор видны следы злополучной ночи. В результате пожара повреждено в квартире некоторое имущество, закопчены стены. Причина пожара выясняется. В стране только с начала года произошло 400 пожаров. Погибли свыше 70 белорусов. В Могилёвской области зафиксировано более 60 ЧП. Стихия унесла жизни 10 человек. Всему виной неосторожное обращение с огнём, нарушение правил эксплуатации печного оборудования и детская шалость. Ольга Васинда, Карина Гуревич, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.